В декабре 2023 года в состав Северного флота вошел фрегат Адмирал Головко. Характеристики фрегата проекта 22-350. Длина 135 метров. Водоизмещение 5400 тонн. Экипаж около 200 человек. Мощность ГЭУ 65400 лошадиных сил. На головном и первом серийном кораблях стоят украинские газотурбинные двигатели и редукторы предприятия Заря Машпроект. Начиная с третьего все корабли проекта получат ГТУ российского производства. Вооружение фрегата 22-350. 130-миллиметровая артиллерийская установка. 4 УВП на 32 ячейки ЗРК Редут. В ячейках может быть размещена одна ракета большой или средней дальности или 4 ракеты малой дальности. 2 УВП на 16 ячеек ракетного комплекса «Калибр-НК» с возможностью запуска гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». С пятого корабля количество УВП увеличится до трех. Две четырехтрубные пусковые установки малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет-НК» с антиторпедой. Два зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» с двумя шестиствольными 30-миллиметровыми автоматическими пушками «Каждый». И ангар для вертолета Ка-27. Также на фрегатах могут базироваться беспилотники «Орлан-10». Дальность противокорабельных ракет 600 километров. Дальность систем ПВО 120 километров. Дальность ПЛО 40. А крылатых ракет до 2600. Друзья, не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. С Минобороны на строительство фрегатов было заключено четыре контракта. В 2005 году на головной. В 2010 на три первых серийных. В 2011 на четыре фрегата с увеличенным ударным потенциалом. И в 2020 еще на два таких корабля. Строительством кораблей проекта 22350 занимается судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Кроме того, фрегаты вошли в производственную программу Амурского судостроительного завода до 2033 года. К началу 2024 года ВМФ России получил три фрегата проекта 22350. Еще пять фрегатов были заложены в 2013-2020 годах. Посмотрим на темпы строительства фрегатов. Время от закладки до спуска на воду в связи с импортозамещением газотурбинной установки выросло. А время от спуска на воду до передачи флоту, наоборот, уменьшилось на четыре года. К началу 2024 года все три корабля проекта несут службу на Северном флоте. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...